давайте проверим не важно что опаздывает в общем-то основная масса людей смотрят вебинар в записи я тоже обычно смотрю записи вебинары так удобно обычно подключаются самые дисциплинированные самые сознательные ну и те кто хочет задать какой-то вопрос прямом эфире так что начнем все равно люди кто хочет присоединиться остальные посмотрят записи спасибо большое за обратную связь и так сегодня очень интересная важная тема это здоровье опорно-двигательной системы и наш вообще суперский комплекс аэровидические астикар ну надо сказать да что заболевания опорно-двигательной системы они но очень редко приводит к летальному исходу если только взять там перелом шейки бедра у женщин совершенно такого вот старческого возраста во всех остальных случаях эти заболевания не опасны для жизни но они настолько ухудшают качество жизни что человек не может совершенно жить нормально да то есть или для мозга вот для организма вообще приоритетные органы это мозг и сердце то есть теоретически как бы без суставов организм может жить плохо в инвалидной коляске но может жить без сердца и без мозга без печени без почек организм жить не в состоянии поэтому для нашего организма вот если стать на его позицию для него опорно-двигательная система это не жизненно важный орган и очень часто наш организм используют кости как депо минералов когда их не хватает для работы мозга для работы сердца когда нужно пополнить их содержание в крае и часто организм до складывает все токсины и вот об этом аюрведа говорит уже давным давно много лет говорит то есть что нам говорит аюрведа заболеваниях сустав то есть заболевание сустава в аюрведе как большинство других заболеваний связаны с конституциями делятся на три типа в зависимости от доминирующей конституции и вот согласно аюрведе причина артрита находится в толстом кишечнике то есть выведены из равновесия нездоровым образом жизни или неправильным питанием или нерешенными эмоциональными проблемами вата питая капха пришедшие до в дисбаланс ослабляют метаболический огонь что привод к образованию амы токсичного липкого побочного продукта неудовлетворенного пищеварения неудовлетворительно а вот и вата переносит эти токсины в толстую кишку оттуда распространяются по всему организму оседают в костной ткани аюрведа называют костную ткань астхи дхату и в суставах делает ими болезненными это типично для артрита его целью лечение артрита является удаление а мы из суставов и возвращение в толстую кишку откуда можно уже вообще безвозвратно удалить и ама токсины подобные липкой плотной слизи которые аккумулируются в суставах блокируют каналы по которым движется жизненная энергия рана и затем уже ама токсины распространяются по всему телу препятствует нормальному кровотоку лимфотоку загрязняет межклеточное пространство и мешает кровоснабжению и лимфотоку то есть все это ведет симптоматики характерны для заболевания суставов вот я в очередной раз поражаюсь что патогенные заболевания уже давно описан в иурвейте а нас в институт нас врачей медицинских институтов да учат совершенно другим образом и приходится вот тратить много времени энергии до пройти много дополнительных курсов почитать чтобы вот самому дойти до того что уже давно известно в иурвейте то есть у нас какие существуют стандарты лечения заболеваний сустав то есть если у человека появляется какая-то проблема суставе значит какой алгоритм действия он идет к врачу как правило к терапевту к ортопеду к травматологу кто у нас занимается костями а вот и ему назначают нестероидные противовоспалительные средства это такой стандарт то есть группа нестероидных противовоспалительных средств это вот диклофенал вольторен бруфен артофен и гупруфен там их очень много они просто называются объединены в одну группу нестероидные противовоспалительные средства потому что если они не не помогают уже подключают стероидные противовоспалительные средства астероидные это уже гормоны надпочечников которые на сегодняшний день считаются вот самыми сильными противовоспалительными и противоаллергическими средствами вот и если взять фарм препараты и разделить их по рейтингу токсичности то на первом месте как раз стоят вот эти нестероидные противовоспалительные средства то есть они опасны тем что вызывают язвы в желудке в 12 перстной кишке в тонком кишечнике и понимаете изъявление слизистых приводит кровотечению то есть возникает формируется язва язва разъедает сосуд кровеносный начинается желудочно-кишечного кровотечения и если человек вовремя не замечает это не реагирует нормально то он может от этого кровотечения и погибнуть то же самое от аспирина да потому что аспирин тоже относится группе нестероидных противовоспалительных средств то есть по сути нестероидные это аспирин анальгин и их различные модификации вот и врачами описываются вот как раз такие случаи внезапной смерти но не внезапная а запущенный вот такой от желудочно-кишечного кровотечения то есть сама как-то столкнулась с тем что молодая женщина страдала заболеваниями суставов пила сама бесконтрольно вот эти нестероидные дав потом в какой-то момент мне звонит ее дочь и говорит что делаете мама давление упало 70 на 40 я говорю срочно вызывайте скорую помощь потому что когда так сильно падает давление значит есть кровотечение и дома не поймешь и не диагностируешь то есть это может быть желудочно-кишечное кровотечение у женщины это может быть маточное кровотечение да то есть вот внутренние кровотечения они мне как-то так странно ответили что да не мама не захочет быть что значит не захочет кто у него вообще должен разрешение спрашивать она погибнуть может больше они мне не позвонили потом на следующий день уже сама эта женщина звонит сказала что ее госпитализировали сказала что она семье говорила нет 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 никакой больницы никуда не пойду при этом уже такая слабость была что в туалет она просто ползла да и говорит вечером легла уже спать и ее спасло то что она легла не на свой мягкий диванчик она кровать какую-то ну не очень удобную и просто упала с нее и вот домашние услышали звук этого тела увидели падающую насколько она бледная вызвали скорую помощь успели спасти но кого-то не успевает спасти это вот совершенно не безобидные не стероидные противовоспалительные средства и если представить образно как они действуют да то это как будто ребенок кричит он голодный он кричит я хочу кушать я кушать хочу и не стероидные противовоспалительные это просто вот рот заткнули чтобы не кричал и чтобы не кричал никому не мешал потому что вот наш организм он с нами также и разговаривает то есть когда какая-то любая ткань болит да значит она голодная то есть болит сустав значит он голодный и надо подумать чем его накормить как доставить питание для сустава чтобы он успокоился чтобы он начал восстанавливаться да потому что ткани разрушается и она кричит заболевание суставов как правило начинается в зрелом возрасте это уже старше 40 старше 50 лет и считается что в 70 лет они есть практически у каждого то есть или заболевание суставов или заболевание посвоночника то есть это заболевание вот гарантированно нас не минует да и поэтому лучше знать что делать как проводить профилактику и знать от чего это заболевание возникает и вот расскажу вам наглядно такую историю до что мне и рассказывала доктор с которой вместе работала она рассказывала что она работала врачом в поликлинике вместе со своей медсестрой вела много лет прием а работа врача на приеме она сидячая то есть сидишь быстро все в карточке записываешь с больными разговариваешь ну редко встанешь там посмотришь пощупаешь можешь даже не вставать несмотря какая специализация или через 20 совместной работы у них у обеих начался артроз тазобедренного сустава то есть кокс артроз кокса это тазобедренный сустав и вот ситуация на рентгенограмме два одинаковая вообще только в одной правый сустав у второй левый и вот медсестра пошла путем лечиться путем официальной медицины то есть к врачу нестероидные противовоспалительные потом гормоны потом гормоны в полость сустава и закончилось все это вполне логично эндопротезирование да то есть заменой сустава врач ушла из официальной медицины стала работать с биодобавками и их пути разошлись и не потерялись и вот неожиданно когда они встречаются через много лет с трудом узнали друг друга и медсестра она такая вот с лишним весом какая-то отекшая обрюзшая с палкой в руке смотрит на врача которая выглядит стройно хорошо на каблучках да и так вот со злостью в голосе говорит да я знала что у тебя больше денег всегда было и тебе операцию сделали лучше чем мне врач говорит мне не делали операцию как не делали если у нас на рентгенограмме было абсолютно одинаковое состояние она говорит а сколько ты денег заплатила за операцию и сколько на эти деньги можно было купить вот таких натуральных комплексов для питания для коррекции сустава и для восстановления организма как системы да и вот об этом надо всегда и задумываться о профилактике поскольку каждому из нас в перспективе свете заболевания суставов то надо думать о профилактике да и мы говорим вот аюрведа она как бы старается чтобы организм излечивался сам она старается восстановить организм как систему она на первое место ставит что питание да половое воздержание чтобы все внутренние органы хорошо питались и о каком бы мы заболевании не говорили мы всегда вспомним метаболический огонь огни да или здоровое пищеварение и избыток токсинов аму который образуется в результате плохого пищеварения то есть мы говорим организм это система и здоровье этой системы начинается в животе и мы не можем из этой системы вытащить сустав да правильщик его и вставить опять систем там снова начнутся проблемы это иллюзия что можно вытащить сустав вставить протез поменять этот сустав и снова вставить систему начнут разрушаться кости за протезом Я видела много таких рентгенограмм. После эндопротезирования разрушаются кости, разрушаются другие суставы. То есть на сегодняшний день уже становится понятно, что заболевание суставов это следствие проблем с пищеварением. То есть вот с возрастом начинаются дегенеративные изменения в суставах. То есть что это такое дегенерация? Дегенерация это разрушение. То есть молодой возраст, вот так образование новых тканей, вот так разрушение старых. То есть обмен веществ идет быстро и образование новых тканей доминирует. Организм здоров, молодой, активный, здоровый. Лет 40, примерно поровну. А потом образование начинает отставать. Образование ткани отстает, значит доминирует дегенерация, доминирует разрушение. И сустав разрушается всегда, потому что он голодный. Потому что не работает нормальный пищевой конвейер, да. Пищу, которую мы едим, наш организм не может разложить. На составные части, на вот те кирпичики, из которых строится сустав, да. Не может донести до того места, где идет синтез суставов. Вот, кроме того, на сегодняшний день понятно, да, болит спина, болят суставы, лечи печень. То есть печень вырабатывает фактор восстановления хрящевой ткани, да. Вот печень, как кирпичная фабрика в правом боку, говорит, на тебе сустав кирпича, обновляйся, на тебе позвоночник, на там тебе мозг, на тебе почка и так далее, да. То есть печень это тоже орган, который вот относится к желудочно-пищеварительной системе, да. Вот, и да, Ирина, я согласна, что это актуально, потому что я вот просто не понимаю, почему такие толпы людей с заболеваниями суставов идут к врачу, пьют таблетки, да, делают инъекции в суставы, соглашаются на эндопротезирование, платят. За это бешеные деньги, ну неужели вот, ну как бы трудно подумать, вот подумать просто, поставить себя на место своего организма, почему он так поступает, и что нужно делать, чтобы восстановить этот сустав и правильно его напитать, да. И вот преимущества всегда имеют образованные люди, да, потому что здоровье начинается в голове, все там начинается, и успех, и удача, и неудача, и хорошая счастливая жизнь, и плохая, и качество жизни, все там, да. Неизлечимых болезней не бывает, главное вот мозг немножко вот повернуть к своему организму, да, лицом, вот. И есть, конечно, очень тяжелые заболевания в суставах, называется ревматоидный артрит. Ревматоидный полиартрит вот проявляется летучими болями в суставах, то в одной суставе, то в другом, то вот так вот. И заболевание очень тяжелое, и при неправильном лечении ведет всегда к инвалидизации. И вы знаете, я вот работала 15 лет в поликлинике. То есть вот я считаю, это был очень ценный опыт, когда я работала 15 лет на одном месте. И я видела одних и тех же больных. Я вот их наблюдала 15 лет. Я видела, кто как лечится, кто к чем лечится, кто меня слышит, кто меня не слышит. И я видела, как за 15 лет вот люди с ревматоидным артритом превращались вот в тяжелейших инвалидов. Я видела женщину, у которой все суставы зафиксировались под прямым углом, как вот под инвалидную коляску. И она даже ложку не могла к рту поднести, потому что сустав был зафиксирован под 90 градусов, а значит он не доходит до рта. То есть она была настолько беспомощна, что накормить себя не могла. Моглом зафиксированы коленные и голеностопные. То есть на спине она лежать не могла, значит ноги были вот так, да. Только на боку, на одном, на втором боку. И при этом у нее был такой характер, что вот мы инвалиды, мы несчастные, а вы здоровые и вы нам должны. Вы нам должны все вообще. Вот, и это было очень странно так как-то для меня наблюдать, да. Вот, и с другой стороны я видела совершенно других людей, когда тоже заболели ревматоидным астритом, но включили свой мозг, поняли, что заболевание неизлечимое, если идти путем официальной медицины, то есть другого варианта, кроме инвалидной коляски нет. И человек начал ходить на лекции, читать, обучаться, консультироваться. И за 10 лет это привело к полному излечению. То есть у одного человека 10 лет уходит на глубокую инвалидизацию, да, у другого на полное излечение. Потому что, да, заболевание очень тяжелое. Но если делать все правильно, терпеливо, с уважением к своему организму, всегда можно добиться положительного результата. Неизлечимых болезней нет, да. Есть лень, нежелание понимать, нежелание знать, нежелание пробовать, проявлять усилия и так далее, да. И вот, смотрите, трудно вообразить, но это факт, что древние аскиты и провидцы, учителя и руведы еще 5000 лет назад смогли описать ревматоидный артрит. То есть вот то, как антиген-антителокомплекс, да, то есть мы говорим, ревматоидный артрит – это аутоиммунное заболевание. То есть своя иммунная система разрушает свои суставы посредством образования вот такого антигена-тителокомплекса. Просто его назвали вот АМА, да, которая формируется в результате аутоиммунной реакции, накапливается в суставах, наполняет весь организм. И вот важно отметить, что аюрведа совершенно верно позиционировала ревматоидный артрит со всеми характеристиками, симптомами, как локальными, так и системными. И, конечно же, нам есть чему поучиться у аюрведы. И, конечно, большое счастье, что мы сейчас имеем аюрведические комплексы, которые можем использовать, использовать грамотно, осознанно для своего здоровья и долголетия. Наш комплекс называется Астикар. Асти на санскрите – это соединительная ткань. Она есть во всех органах и является каркасом для поддержания специализированных клеток органов. И вот если соединительная ткань формируется неправильно, то в органе происходят структурные изменения, и это приводит к охудшению функции. В дряблости тканей, к опущению, вот опущение называется птоз, да. То есть, например, вот почка опускается, это называется нефроптоз. Века вот так вот опускается, блефороптоз. Лицо вот так опускается, птоз мягких тканей лица. И вот в дальнейшем коррупционно-дистрофическим процессом. Опять же, дистрофия, трофа – это питание, нарушение питания тканей. И здоровье костей, хрящей и любых соединительных тканных образований начинается с правильного формирования вот этого соединительного тканного каркаса. И вот посмотрите, пожалуйста, на картиночке, да, молекулярная структура вот хряща. А хрящ – это как раз вот тоже соединительная ткань. И вот на примере хряща мы видим, из чего состоит каркас. Это вот коллагеновые волокна, да, то есть, можно сказать, прямо канаты коллагена для вот прочности и крепкости, да, то есть коллаген – это белок, да. И вот пружинки глюкозамина и хондроэтина, то есть вообще это называется глюкозамин-гликаны, да, или протеогликаны, то есть вот эти вот пружинки, да, они называются протеогликаны. Они для упругости и эластичности и влагонасыщенности. И состоят вот они из глюкозамина и хондроэтина, то есть из хондропротектора. То есть структура хрящевой соединительной ткани достаточно простая. То есть порядка всего 2% – это клетки-хондроциты, которые вырабатывают и канаты коллагена, и пружинки вот этих прутоагликанов. 8% – 8% самого коллагена и 90% вот этих вот пружиночек прутоагликана. И, конечно, на сегодняшний день грамотная коррекция заболеваний суставов состоит в том, чтобы накормить хрящевую ткань, и поэтому используются хондропротекторы, да, и используются вот вещества, которые стимулируют образование хрящевой ткани, питают, укрепляют, восстанавливают. И вот как раз астикар – это комплекс для питания асти, да, для питания соединительной ткани. То есть сюда относятся и кости, и связки, и хрящи, и сухожилия, и суставы, и кожа, и вот этот весь соединительный тканный каркас, и каркас сосудов, и даже слизистые оболочки сюда относятся. И вот астикар, его механизм действия какой, что это комплекс для поддержания здоровья костно-суставной и мышечной системы организма. И он нормализует соотношение белков соединительной ткани, из которых строится вот этот каркас, да, оптимизирует структуру и способствует правильному обмену минералов. Выводит токсины, что очень важно, вот эту липкую ламу из суставов, из мышц тоже, когда она там накапливается, улучшает гибкость, подвижность суставов и мышц, способствует восстановлению при растяжении связок и спортивных травмах, и полезен, когда есть нарушение обмена кальция в организме. И надо сказать, что если не нормализовать функцию соединительной ткани, то никакие упражнения, приемы витаминов и кальция не помогут укрепить кость, да. И это тоже нужно понимать, потому что люди скорее будут пить кальций, будут пить витамины, вряд ли будут делать упражнения какие-то, да, и редко дойдут вот до грамотной, до грамотной комплексной коррекции, да. То есть грамотная комплексная коррекция, это начинать вот восстановление костно-хрящевой ткани со стекара, чтобы все процессы отрегулировались естественным образом. А еще более грамотные, это начинать с очищающих комплексов, да, с налаживания работы желудочно-кишечного тракта, с укрепления вот этого пищеварительного огня, с огни, да, с выведения амотоксинов из организма, с улучшения функции печени. И мы знаем, у нас в компании достаточно много таких комплексов, мы про них говорили в самом начале, это и Левоблиз, и Эублиз, и Гугулакс, и уже новый Лимфокар появился, вот и Урикард, когда нужно, то есть нужно понимать, что если болят заболевания суставов, вот есть заболевания суставов, суставы болят, помимо одного остекара нужно в целом организм как систему приводить, да, но остекар, он сам по себе многогранный, да, он не действует, но что-то одно, он действует вот на разные механизмы формирования заболеваний и на разные механизмы вот выздоровления. Формула остекара помогает сохранить здоровье и гибкость, нормализовать минеральный обмен, уменьшить негативное влияние гиподинамии на костно-суставную систему, а значит для профилактики его уже надо начинать принимать там, начиная с 40 лет, если работа сидячая, да, и если вот начинается что-то типа вот тугоподвижность какая-то в суставах, проснулся, суставы такие тяжелые, да, нужно расходиться, чтобы включить их в работу, если какие-то боли легкие начинаются, где-то что-то, то есть какие-то первые звоночки только звенят, уже сразу нужно заниматься профилактикой. Остекар имеет потрясающе хороший состав, да, давайте мы его сейчас более подробно рассмотрим. Ну, абсолютный царь в этом комплексе это босвелия. И смола дерева, дерево босвелия, да, называется индийский ладан. То есть вот она богата босвелиями кислотами, которые обладают вот выраженным противовоспалительным действием. Понимаете, там где сустав разрушается, там начинается воспаление невоспалительной природы, да, то есть вследствие разрушения своих тканей. И это воспаление поддерживает разрушение. Либо есть воспалительные заболевания суставов, вот, как правило, та же самая инфекция, те же самые простейшие, которые повреждают мочеполовую систему, там ухамидии, трихомонады, они кусают и... суставы. Первый раз я удивилась, когда я услышала лекцию врача-паразитолога, который сказал, рассказывала, ну, эта женщина, она рассказала, что однажды к ней пришел мужчина, еле зашел в кабинет, с двумя палками в руке, с карточкой с диагнозом ремотоидной артрии. Она ему назнала, сделала диагностику по языку, назначила противоаппаразитарное мощное лечение, и он ей сказал, доктор, я к вам пришел, вообще вот, только из уважения, потому что мне вас рекомендовали, я вообще даже вот, ну, не верю в ваше лечение, но вы мне симпатичны, я вам верю, ладно, я попробую, каково же было его удивление, когда через месяц он пришел с одной палкой, через два месяца уже без палки, да, и просто был безмерно благодарен, то есть есть вот такие заболевания суставов, еще они часто бывают летом, когда где-то перекупался, почки схватили, в Москве хламидии трихомонады зашкаливают, начинают суставы опухать, вот это воспаление, да, тут тактика немножко отличается, лечение, но тем не менее, остекар помогает при любых заболеваниях суставов, будь то дегенеративной природой, будь то инфекционной природой, или аутоиммунной, да, и вот как раз вот очень важно, да, что басвиливые кислоты обладают выраженным противовоспалительным действием, потому что огромное количество людей вообще живут в состоянии хронического воспаления, даже не догадываются об этом. Вот басвиливые кислоты способствуют укреплению, восстановлению стенок сосуда, а это значит улучшает кровоснабжение, то есть в организме есть закон, любой орган, любая ткань, чтобы они хорошо работали, они должны хорошо кровоснабжаться, да, то есть вот именно с кровью организм доносит питательные вещества, нет нормального кровоснабжения, нет восстановления органов, да, вот смягчают признаки воспаления при артрите, тормозят воспалительные реакции в суставах соединительной ткани, вот, а есть еще много заболеваний соединительной ткани, ну, они с ревматоидным артритом в одной группе, это называется коллагенозы, то есть сюда можно отнести и системную красную волчанку, и склеродермию, то есть редко встречаются, но считаются очень тяжелые, инвалидизирующие заболевания, вот, лечатся по принципу, как ревматоидный артрит, через восстановление организма. Вот басвилия очень важно улучшает микроциркуляцию, то есть кровоснабжение в самых тонюсеньких капиллярах, да, вот, повышает обмен веществ. Сами же суставы, да, они без кровеносных сосудов, да, но вот женщинам легче представить, мы хозяйки, мы варим иногда холодец, и мы видим, что хрящ, там, он без сосудов кровеносных, да, то есть суставы, они питаются путем диффузии, вот, через синавиальную жидкость в суставе, вот ту смазку, которая образуется, и через кость, да, и очень важно, чтобы мышцы хорошо были развиты, то есть чем здоровее мышцы, тем мышцы хорошо кровоснабжаются, да, тем, опять же, больше питательных веществ припадает вот суставам. И как раз очень важно двигаться, да, чтобы, вот, хрящ при движении, вот, амортизировал и питался, да, то есть хрящ, он как губка, он в спокойном состоянии впитывает в себя всю синавиальную жидкость, а при давлении выталкивает ее, образуя, вот, ну, как бы, полость сустава. В отличие от других противовоспалительных препаратов, которые, как известно, могут нарушать глюкозамин-гликановый синтез, сейчас расшифруется страшное слово, то есть, вот вспомните ту картинку, где я показывала структуру хряща, то есть хрящ состоит из канатов коллагена и пружинок глюкозамин-гликанов, да, ну, или их называют протеогликан. Вот, так вот, вот эти нестероидные противовоспалительные и стероидные тоже, они могут нарушить синтез вот этих пружинок, которые нужны для амортизации, то есть вот эти глюкозамин-гликаны или протеогликаны, это величайшие амортизаторы в природе. И вот смотрите, человек пьет нестероидные противовоспалительные, чтобы как-то снять боль, а как ее снимешь, эту боль, если сустав разрушается, и он болит, потому что он кричит, я разрушаюсь. И таблетка, которая снимает боль, она же не питает его, не восстанавливает, да, а просто прерывает болевой импульс. И плюс еще разрушает синтез тех веществ, из которого состоит хрящевая ткань, да, и наоборот способствует тем самым заболеванию суставов. То есть пьешь эти нестероидные противовоспалительные, боль на время облегчается, а сустав разрушается. Поэтому в натуральной медицине говорят, что нестероидные противовоспалительные средства создают крышу для разрушения суставов. То есть боль прекращается, ну и сустав молча под крышей незаметно для организма продолжает разрушаться. Это еще плохо тем, да, что вот, знаете, наука же развивается, иногда такое интересное услышишь. И я услышала как-то по телевидению, вот BBC программа какая-то была, изучали боль. И вот доказали, что в том месте, где боль, там идет регенерация. И когда вот человек прерывает эту боль, он прерывает регенерацию. Ну, в общем-то, то же самое, что написано другими словами. Так вот, басвелевые кислоты, они снимают воспаление, за счет этого обезболивают, да, потому что где воспаление, там будет. И уменьшают деградацию вот этих вот пружинок, из которых состоит каркас. Смола басвелия, вид ладана, индийский ладан называют, на сэнкскрите шаллаки. Классно звучит, мне нравится. Это один из важнейших компонентов аюрведической медицины и используется в традиционной аюрведической медицине для лечения воспалительных заболеваний суставов, потому что выражено противовоспалительное действие. То есть, альтернатива нестероидным противовоспалителям. Шаллаки способствуют восстановлению хрящевой ткани, что это очень важно, да, за счет этого облегчает боль в суставах, укрепляет, поддерживает здоровое состояние суставов, хрящей и всей соединенной ткани. И плюс используют для очищения крови и в лечении травм мягких тканей. То есть, вот мы с вами знаем, да, что вот у нас есть Гугулакс и Лимфокар. И это комплексы для системной очистки. И там один из базовых компонентов это дерево Гугул. И используется его смола. Здесь же смола босвелии. То есть, вообще смола сама по себе как ингредиент, это всегда детоксикация. Это детоксикация, это регенерация. И вот смола именно босвелии еще мощное противовоспалительное средство. Ладан индийский. Прям, знаете, как вот, как чудо какое-то. Ладаном помахал. Все прошло. Ладан внутрь выпил. И организм обрадовался. Прутняк китайский. Спасибо, Ирина, за вашу реакцию. Прутняк китайский. Айрведа называет ниргунди. И пишет, что это превосходное растение для добавления в массажные масла и для терапии под отделением. И оно стимулирует жизненные токи. Вот есть еще механизм такой заболевания суставов, когда почки не справляются с фильтрацией. Почки не могут отфильтровать мочевую кислоту. И она накапливается и в самих почках в виде песка, в виде камней. И откладывается в суставах. И вот суставы начинают скрипеть, болеть. Человек говорит, соли. Да? Откуда соли? Почки не смогли отфильтровать. И вот включить механизм потоотделения, это всегда помочь почкам. Выводить токсины, вот эти вот соли, мочевой кислоты, через кожу. Поэтому, когда есть проблема с почками, проблема с оболеваниями суставов, очень важно вот париться, ходить в баню, в сауну, принимать вот горячие ванны, да, то есть пить патагонные средства. и вот стимулировать вот этот процесс потоотделения, да, нужно вот четко запомнить, пот воняет, проблема с почками, да, идешь в баню, улучшаешь потоотделение, или там бочки кедровые, или любые процедуры, ты всегда помогаешь почкам, да, вот, ниргунди освобождают токсины тканей, помогают выводить их из организма, сдерживают боли, не менее, уменьшают отеки, вот, и сравнивают с амалаки, то есть амалаки ценятся большим количеством витамина С, связанного с танинами, да, ну вот, рутняк, или еще его по-другому называют витексыщем, тоже славится богатейшим источником стабильного витамина С, а витамин С, он важен для того, чтобы стимулировать образование хрящевой ткани, ну, не только хрящевой, вообще всей соединительной ткани, ну, вот, например, соединительная ткань, это вот та же кожа, да, и все косметологи знают, что ни одна женщина, она не может жить без витаминов С, иначе вот все провисает, теряется упругость, вот эти вот канаты коллагена становятся дряблыми, не могут удерживать каркас, и вот суставы и витамин С, это вот тесно связаны, да, косметические процедуры, витамин С, это очень важно, поэтому при заболеваниях суставов и амла рекомендуется банками, просто банками есть, да, как источник витамина С, и вот очень важно, что аюрведа включает в комплекс растения, которые содержат большое количество витамина С, то есть, вот, астикарс не амлу содержит в составе, а прутняк китайский, вот, и это богатство витамина С делает нейргундия одним из лучших противовоспалительных и антибактериальных средств, причем не убивая клетки, но за счет увеличения иммунитета, то есть, витамин С, он вообще для иммунитета очень важен, он выстраивает интерферон, как бы вот эту первую линию защиты от инфекции, от возбудителей, то есть, витамин С, он, ну, просто неоценимую роль играет в организме, и вот на санскрите ниргундий дословно означает защищающее тело от болезни, вообще растение очень важное, очень ценное, его еще по-другому, у него много разных названий, да, его называют прутняк китайский, витекс священный, и его еще называют аврамово дерево, то есть, вот, считается, что упоминается в Библии, то есть, библейское такое растение, которое еще и улучшает функцию немножко мочеполовой системы, да, и вот понимаете, мы привыкли, почему-то у нас вот такая вот нервная связь в голове, да, что там, где воспаление, там антибиотики, уже давно пора уходить от этого, вот, надо тесно связать, там, где воспаление, нужны антиоксиданты, антиоксиданты, и витамин С, такой самый мощный антиоксидант, это всегда альтернатива антибиотика, да, плюхея, вот интересное растение, плюхея, астролистная, то есть тоже очень много действий биологических активных, то есть иммуносупрессивно, ну, супрессия, это подавление воспаления, да, иммуносупрессивно, как бы даже поддерживающая иммунитет, да, есть иммунодепрессия, да, это, ну, как бы приглушает иммунитет, а супрессия, это помогает иммунитету, приглушает инфекцию, противоартритная, антиоксидантная, препятствует преждевременному старению, традиционное и современное применение, то есть используется и в традиционной медицине аюрведики, китайской, тибетской, и современная медицина тоже хорошо изучает, то есть используется при хронических воспалительных заболеваниях суставов, как ревануидный артрит, то есть используется при отеках, при отеках и болях в суставах, при травмах, для предотвращения износа суставного хряща, для уменьшения боли и скованности в суставах, для улучшения эластичности связок. И вот в аюрведе, да, на родине известно в Индии как расна, то есть в переводе с санскрита означает орган вкуса или язык, то есть расна это важное растение в традиционных индийских практиках и оказывает значительное противовоспалительное обезболивающее действие и как раз вот лучшее растение при любых заболеваниях суставов. А вот альпигия галанга называется расна, то есть вот отличается в одну букву, или еще называют сиамские имбири, то есть растения из рода имбирных, а все имбири улучшают кровоснабжение, убирают аму, улучшают выработку огня, метаболического огня, да, и конечно это антибиотик. Интересно, что альпиния галанга еще и называется карпатский женьшень, то есть хорошо известно на Украине в Карпатах, да, на Руси его называли могучник, то есть это растение, которое полно целительной энергии. И вот благодаря мощным антибактерицидным свойствам в восточноевропейской медицине заменял антибиотики, и средневековые врачи успешно лечили вирусные инфекции. Да, вот люди же справлялись без антибиотиков как-то, да потому что в природе все есть, есть растения, обладающие антибактериальными действиями, которые не несут такого мощного вреда организму, как синтетические антибиотики. Вот, и по-другому еще называют колган, то есть обладают бактерицидным, противовоспалительным, кровоостанавливающим, обезболивающим, желчегонным, ранозаживляющим, отхаркивающим, вяжущим. То есть вот опять же все в одном. И желчегонное, это уже улучшает функцию печени, да. Ну, и когда снимается воспаление, тоже печень начинает лучше работать, потому что, ну, печени тяжело, когда есть в организме воспалительный процесс, то на печень идет просто огромное количество токсинов, да, и печень должна все это обезвреживать, и это мощная нагрузка на печень. В составе сам имбирь, то есть в переводе с санскрита имбирь переводится как рогатый, с ринговера, то есть за причудливую форму корня. И имбирь обладает тоже обезболивающим действием, противовоспалительным, снимает спазмы, рассасывает воспаление, ветрогонное, да, значит, улучшает пищеварение, убирает вот эти вот процессы гниения, брожения, образования газа. Патагонное помогает почкам, откашливающее, заживляющее, тонизирующее, стимулирующее. И при ревматизме, артритах, заболеваниях мышц и суставов, устраняет тугоподвижность суставов. Сыть круглая более эффективна, чем гидрокортизон. То есть, вот я говорила, да, что если у человека заболевают суставы, он идет к врачу, и какой стандарт лечения? Первое, это нестероидные противовоспалительные, когда они перестают помогать, стероидные противовоспалительные. Стероидные, это гормоны надпочечников. Вот, это гидрокортизон, да, то есть, это медицинский препарат, это аналог гормонов к ренеотпочечников. Так вот, оно, смотрите, сыть круглая более эффективна, чем гормоны надпочечников. Понимаете, вот гормоны надпочечников в медицине это уже крайнее средство. То есть, вот, когда человек в тяжелом состоянии, ему уже ничего не помогает, ему назначают гормоны надпочечников. И иногда даже, вот, врачи реанимации всегда имеют под рукой преднизолон, гидрокортизон, дексамитозон и так далее. Тут иногда даже диагноз не совсем понимаешь, но калибриднизолон, да, и хуже никогда не будет, потому что это аналоги своих гормонов, да, но человека можно реально спасти. То есть, например, когда речь идет о каких-то аллергических заболеваниях, то вот преднизолон, гидрокортизон, колятся, ну, просто вот по принципу столько, сколько будет, столько нужно, да, то есть, просто в огромных количествах, да. Так вот, вы знаете, когда, извините телефон, когда я пришла в натуральную медицину, когда я пришла в официальную медицину, то я, вернее, когда из официальной медицины я пришла в натуральную медицину, да, то я стала углубляться, углубляться вот в изучение растений, и я так обрадовалась, вот я эндокринолог, я так обрадовалась, что в растениях есть аналоги практически всех гормонах, вот, повышающие живучесть препараты, да, и вот сыть круглая, вот сыть, и сюда же можно еще отнести солодку, да, то есть солодка и сыть, они вот аналоги гормонов надпочечников, это вообще это потрясающе просто, понимаете, не поражает желудок, в отличие от гормонов надпочечников и нестероидных противовоспалительных средств, это противоартритное средство, это иммуномодулятор, вот, это более утоляющее, мягкое, успокаивающее действие и эффективный стимулятор пищеварения, то есть при гастрите, стимулятор функции печени, улучшает всасывание в тонком кишечнике, таким образом прекращает понос, да, то есть понос, ну, как бы связанный с тем, что нарушено усвоение, то есть то, что не усваивается, так транзитом и прошло, да, и одновременно способствует уничтожению кишечных паразитов, тоже клево вообще, и благодаря таким свойствам может использоваться при кандидозе и дрожжевых инфекциях желудочно-кишечного тракта, вот, в природе все гениально, вот, абсолютно с вами согласна, Ирина, вот, знаете, и когда очередной раз прикасаешься к вот этой гениальности, и вот можешь это оценить, да, вот так восхищаешься вообще уж, Боже, вот, человек, да, возомнил себе царем природы, и он возомнил, да, что он создаст какую-то таблетку химическим путем, и тем самым, вот, все, он царь природы, он может лечить человека и все делать, да, нет, нет, вот, а в природе есть все, все есть, тихо, в природе есть аналоги всего, и природа, вот, это просто, нет слов, нету, и аюрведа уже пять тысяч лет назад смогла взять из природы самое лучшее, и мы сейчас, вот, можем вот этим пользоваться, кроме того, в составе остекара есть еще сельдерей не похоже, и сельдерей способен замедлять процессы старения, так как уникальный набор содержащихся в нем белков, витаминов, кислот, минералов обеспечивает стабильность клеток организма, и вот в составе кумарины, которым богат сельдерей, они тоже помогают при мигрении, вот, сельдерей полезен людям, страдающим артритом, ревматизмом, подагрой, и его антивоспалительные свойства помогают уменьшить припухлость и боли вокруг суставов, и семена сельдерей помогают устранить мочевую кислоту, и таким образом сельдерей полезен людям вот заболеваниями мочевого пузыря, с циститом, то есть вот то, что я говорила, что когда почки не справляются с выведением мочевой кислоты, она откладывается где-то вот в суставах, вот, и семена сельдерей помогают избежать инфекции мочевых путей у женщин. Очень здорово, что в составе астикара есть вот такая специя пажитник сеной, вот смотрите, как здорово, английский ученый Клейбер оценил значимость фенугрека, то есть по-другому называют шамбала, фенугрек, хельба или лекарства от ста болезней, ста болезней, причем имена даже вот мистические, ну как бы вот как волшебство, да, какое-то, а не пажитник сельной. И вот если все лекарства положить на одну чашу весов, а на другую фенугрек, то весы уравновесятся. И пажитник или шамбала это однолетнее травянистое растение семейства бобовых с сильным специфическим запахом. Вот, и тоже выраженные противовоспалительные действия, отхаркивающие, жаропонижающие, мочегонные и способные снижать уровень холестерина и глюкозы в крови. К тому же фенугрек активизирует процессы желчеотделения, желчеобразования, препятствует застою желчи, жировой дистрофии, улучшает метаболизм печени, то есть улучшает пищеварение, улучшает работу печени, желудка, кишечника, поджелудочной железы, подавляют жизнедеятельность патогенной флоры, акастантипокатериально, антипаразитарное действие. да, и так кому же мы можем рекомендовать такой потрясающий классный остекар? Ну, во-первых, во всех случаях нарушение функции соединительной ткани, то есть там, где пустота, да, дегенерация, вот, остеопорозы, остеохондрозы, скалифозы, кифозы, лордозы, грыжи, протрузии, да, то есть нет питания нормального. При нарушении в работе связок, суставной жидкости, в восстановительных курсах после травмы и переломов в составе комплексной терапии, пожилым людям, страдающих от многочисленных костосуставных болезней и нарушениях обмена кальция, и остеокар можно применять регулярными курсами, то есть вот действительно, когда у человека уже все-все-все запущено, возраст уже такой, что вот регенерация, да, отстает, сильно отстает, да, тогда надо все время помогать с уставом в помощь, да, вот, то есть можно применять регулярно, длительно, постоянно, практически, да, кроме того, остеокар для профилактики и регенерации воспалительных и дегенеративных заболеваний опорно-двигательного аппарата, то есть, ну, как я сказала, 40 лет для профилактики и вот для реабилитации, то есть, если была травма какая-то и после травмы еще надо полгода восстанавливать, вот, реабилитацию проводить, с целью эффективно и безопасно ускорить традиционную глюкоментозную терапию, которая проводится нестероидными противовоспалительными средствами, глюкокортикоидными средствами, если уже есть такая необходимость, да, и, вот, терапия ревматоидного артрита, да, проводится болезнь модифицирующими антиревматическими препаратами, вот, тоже, конечно, они имеют много побочных действий, и вот, безопасность традиционной медикаментозной терапии достигается возможностью уменьшения дозы препаратов, вышеперечисленных групп на фоне применения аэровидических комплексов, вот, поэтому, если уже человек вынужден принимать какие-то фармпрепараты, да, то применение астикара и помогает формировать соединительную ткани ослабляет побочные действия всех вот этих групп препаратов, потому что у них слишком много побочных действий, то есть токсичность на желудочно-кишечный тракт, вот, гастро- это желудок, интостина, это вот желудочно-кишечный, да, то есть диспепсия, язвы, кровотечения, препятствуют развитию аллергических заболеваний, эндокринопатии, то есть если долго применять гормоны коронодпочечников, то развивается ожирение и кушенгоэд. А вот расстройство гемопоэза, то есть это формирование кровеносной системы, нарушение углеводного обмена, то есть на фоне применения, на фоне длительного применения глюкокортикоидных вот этих гормонов, гормонов коронодпочечников развивается сахарный диабет, это называется стероидный сахарный диабет, и кушенгоэд это тоже следствие длительного применения, то есть проблема с надпочечниками, лицо такое вот как луна становится, живот большой, ножки такие как палочки, то есть слишком много побочных действий у фармпрепаратов, и знаете несколько раз надо подумать, прежде чем будет решаться на такое лечение, и надо всегда подумать, чем обезопасить себя, и вот как применяется остекар, то есть по таблетке два раза в день после еды, запивая теплой водой, и продолжительность курса три месяца, но это как минимум, да, потому что меньше просто смысла, ткани, потому что вообще соединительная ткань, вот хрящевая, костная, они обновляются длительно, то есть цикл обновления хрящевой ткани полгода, то есть три месяца это профилактика, полгода это лечебный курс, а если есть необходимость, если там мартроз, артрит, второй, третьей степени, это уже длительно надо применять. Ну и как мы можем рекомендовать, то есть примеры оздоровительных программ, ну если какие-то травмы, растяжения, еще что-то, да, то конечно с маслом, то есть так и сделано, что остекар применяется вместе с маслом, потому что когда сустав болит, всегда его хочется чем-то помазать, и лечение есть вот местное, это называется местное лечение, то есть внутрь принимаешь для восстановления процессов обмена веществ, а местное для того, чтобы улучшить кровоснабжение, улучшить лимфоток, дренаж и так далее, да, вот, и конечно масло остекар улучшает кровоснабжение, лимфоток, тоже обладает противовоспалительным действием, мы поговорим об этом через неделю. Если был какой-то перелом или травма, то в этом месте разорвался нерв, то есть вот кость, да, вот есть сосудистонервный пучок, да, и когда есть перелом, и кость ломается, да, то в этом месте разрывается сосуд, вот синяк, да, это разорванный сосуд, кровь вытекла, гематома, и в этом месте разрывается нерв, и кость то можно сопоставить так то есть тут конечно неоценима помощь травматолога очень важно сопоставить кость правильно но не факт что нерв срастет вот стык прямо до нерв может вот так вот начать расти и в этом месте всегда будет боль вот вместе травмы да там где разорван нерв и надо помнить о том что если был перелом то помимо остекара которая улучшает вот регенерацию и заживление нужно обязательно еще близ не но и как я уже сказала там где заболевание сустава связаны с нарушением функции почек и избыточным отложением солей мочевой кислоты в костях в суставах да там нужен еще урегард то есть нужно улучшить функцию почек то есть при подагре заболеваниях суставов при избытке солей мочевой кислоты ну и в заключении успех или провал любого учения зависит в конечном счете от естественного самоизлечения организма и в основном организм излечивается самостоятельно и в отличие от аллопат на от аллопатии это традиционная медицина до который направлено на лечение болезни из мне аюрведа рассматривает болезнь помогает телу систематически восстанавливать его естественное самоизлечение поэтому организм всегда можно помочь и всегда можно улучшить вот эти вот процессы самоизлечения и восстанавливать надо организм системно и систематически поэтому дорогие друзья используйте аюрведа вам для того чтобы ваши составы были здоровые эластичные подвижные и ваше качество жизни было хорошим и чтобы в любом возрасте в 70 лет 80 90 100 вы могли путешествовать вы могли двигаться у вас был хороший подвижные эластичные опорно-двигательный аппарат и благодаря этому вы могли видеть всю красоту и прелесть нашего мира я вам этого желаю спасибо так а сейчас ваши вопросы и спасибо за ваши большие вопросы на ну вернее за их количество значит назначала назначалась текар пациентки с переломом пяточной кости 59 лет прием поначалу сопровождался высыпаниями на предплечьях потом прошло здорово спасибо большое за эту историю и я могу предположить да что остекар вот за счет того наверное что вот это смола басвелии абсолютный царь и как я уже сказала вот смолы обладают системные детоксикации то есть выводят вот эту аму из ткани и как аюрведа хочет да как она думает что вот аму вывести из суставов толстую кишку и вывести из организма если кишка не исправляется на то организм думает ну как вывести аму а давай выведем через кожу ну вот видите организм как-то действует своей дорожкой взял вывел аму через предплечье то есть это была не аллергия на стекар а вот такой способ выведения амы из сустава клёво однажды сильно болел затылок да и некий энергетики не помогали взяла рассосала стекар и боль быстро прошла здорово ой спасибо огромное за вашей истории они просто бесценны и то есть смотрите а стекар и действует как они нестероидная противовоспалительная да то есть все вот эти нестероидные вернее он действует и как нестероидная как стероидная да то есть я много раз эффективнее а все вот эти нестероидные да они они анальгетики сами по себе то есть вот взять там нурофен например попадает точно в цель вот реклама идет до нурофен или найс и вот поначалу была такая реклама нурофена что там стрелата как нурофен попадает в точную цель снимает боль и еще думать что за средство такое появилось фен вроде вот ортофен и бупрофен фен это нестероидная до окончания потом я у кого-то знакомых увидела струк саду телу новый энергетик нашли опять но нестероидная в новой упаковке ну вот и вот смотрите остекар может использоваться для как вот там где используются обезболивающие средства как нестероидная противоспалительная кардицепт содержащим продуктом я отношусь хорошо да но я ну как бы реалист да и не склонна строить иллюзии и у меня много друзей а у меня много друзей врачей знакомых и не только у нас в стране и и знакомые китайцы говорят что кардицепс это национальное достояние то есть это симбиоз гусеницы и гриба они его ценят на вес золота вообще и они честно говорят вы даже но не стройте иллюзии что вам из китая кто-нибудь разрешит выводить кардицепс вывозить не в составе препарата не в чистом виде не за что в жизни вообще то есть это какой-то аналог на пишется кардицепс потому что китайцы это ребята такие не совсем нравственные и они напишут все что угодно и как мы знаем любой бренд подделают любую этикетку приклеят и в общем-то молодцы я люблю авантюристов поэтому если кардицепс пить в китае до купить в китае то может быть это кардицепс если у нас то вряд ли как долго в каких дозировках назначить астикар спортсмену с двухсторонним коксартрозом бывшему спортсмену вот вы знаете спортсмены я работаю в компании со спортивным питанием и бывшие спортсмены я даже я точно знаю что средний возраст спортсменов 50 лет потому что вот если брать позиции ирведы да то спортсмены и очень сильно истощают свой отжиз и за счет этого истощает свой организм вот и они очень мощно разрушаются и причем вы знаете за заболевания суставов у них начинается вот как только они начинают заниматься спортом ко мне приходят дети спортсмены и меня сердце кровью обливается когда вот 10-15 летние девочки говорят все суставы болят вот гимнастки плавчихи ко мне приходят на плавцы а вот легкой атлеты ко мне приходит это жуть какая-то я говорю а куда смотрит ваш спортивный врач что вам рекомендуется что вам назначается витамины там или вообще ничего я смотрела крови спортсменов я видела там в крови лямбли я видела паразитов там чего я только не видела я смотрел взрослых спортсменов я говорила вам кто-нибудь печень почки вообще восстанавливает да нет накачивают вот аминокислотами витаминами минералами нам еще в институте рассказывали что с большой спорт это соревнование биохимика то есть бежит толпа марафонцев в какой-то момент их останавливают берут кровь из вены они дальше бегут потом еще проверять то есть несколько раз на их марафонской дистанции смотрят кровь из вены да анализируют и вообще ну как я работаю с людьми которые работают с олимпийскими чмионами и не смотрят все время биохимию